Я вижу, что у нас здесь имеется Валерий Ремезов. Я знаю одного Валерия Ремезова. Это мой друг и коллега из Самары. Я не знаю, он ли это. Ну, если он, я попробую. Валерий, включите, пожалуйста, ваше видео. Я вас не вижу. И давайте я вот сейчас попрошу вас включить звук. Вот я нажимаю на специальную кнопку. Сейчас, Валерий, вы можете включить звук. Да, я вас слушаю. Валерий, вы в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень. Скажите, откуда вы, Валерий? Теперь я живу в Раменском. Я тут буквально полтора месяца назад переехал из Самары. Так подожди, вы тот самый, я не ошибся. Вы тот самый, Валерий Ремезов, которого я знаю по Самаре. Здрасте, очень рад с вами встретиться. Давно мы с вами не разговаривали. Очень рад. Ну что, задавайте ваш вопрос и как-то буду рад. Да, он у меня на самом деле очень простой, но может быть и немножко сложный. В том смысле, что хотелось бы узнать, вот как вы справляетесь с возможными, я думаю, они, наверное, возникают у вас, такие вот, ну как бы депрессивные, может быть, или, как сказать, такие моменты тяжелые. Да, когда вот смотришь вокруг на все, на весь этот фашизм, на все это какое-то безумие, потому что, ну вот, у меня, например, такая ситуация просто. Ну, я был волонтером штаба Алексея Анатольевича Навального в Самаре, да, и у меня просто все, практически все ребята, которые были там, ну, сотрудники или там волонтеры, прям активные, которые были там, в последнее время, они все уехали, да. И вот просто ты видишь поток этих людей, которые выезжают, потому что им не остается выбор, они не могут себе найти место или их просто выгоняют, да. И вот у меня, я почему это спросил у вас, меня спасло то, что у меня просто я встретил любимого человека буквально в связи с той ситуацией, что я 6 марта ходил на пикет как раз с плакатом «Нет войне», и, слава богу, меня тогда не забрали. А человек этот жил, ну, сам из Раменского как раз, и вот так вот получилось то, что мы стали потом общаться, представляете, и я сюда переехал. И вот то, что у тебя, и то, что у тебя есть вот такая поддержка, да, она вообще… Валерий, простите, простите, а можно я скажу об одном вашем важном жизненном обстоятельстве? Вы не обидитесь? А, нет, 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 я абсолютно к этому нормально отношусь. У Валерия, вот мы с ним много лет уже знакомы, я хочу, чтобы просто зрители и слушатели знали это, что у Валерия есть одно важное, так сказать, жизненное условие. Он заключается в том, что Валерий инвалид по зрению, у него довольно большие проблемы с этим. Вот мы видим его сейчас на экране, и тем не менее, этот человек совершенно поразительной работоспособности, все это невероятного жизнелюбия. Я был поражен в момент нашего знакомства и потом много лет следил за работой Валеры. Он очень большой молодец и таковым молодцом, несомненно, и остается. Спасибо вам за вопрос, давайте я попробую на него ответить, хотя он носит такой как бы личный характер, но, знаете, в отношениях с вами вообще много личного. На самом деле, конечно, очень трудно, особенно трудно быть вдалеке от родных мест. Я уехал из России еще весной прошлого года, как-то убедился, что мне не нужно там находиться. Разные люди стали мне говорить о том, что существует довольно существенная, довольно заметная, я бы сказал, угроза всяких несправедливых преследований в отношении меня. Так впоследствии это все и оправдалось, я сделался иностранным агентом и всякое прочее. Конечно, это жизни не украшает. Жизнь далеки от тех мест, которые тебе дороги, с которыми как-то все в твоей жизни связано и так далее, и так далее. Но единственное спасение, конечно, ну, помимо семьи, у меня довольно много детей. Я тоже их в последнее время вижу немного и нечасто, но их все-таки пять человек, и у них у всех есть жены или девушки. У некоторых из них уже есть в свою очередь дети, и это, конечно, все чрезвычайно важно и очень помогает. Но, конечно, единственный способ – это пытаться делать какую-то работу. Ну, я не скажу здесь ничего вам такого необычного. Ну, вот я нашел какое-то свое занятие в этих стримах. Я, в общем, раньше не особенно увлекался этим Ютубом, и не так много было у меня аудитории. И довольно долго мой Ютуб-канал там почти дремал. Я, собственно, стал его оживлять и начал активно с ним работать незадолго до начала войны, а особенно активно уже во время войны. Ну, и вот, собственно, все мысли мои теперь об этом, хотя это очень тяжело, и это бег на длинную дистанцию. Вот на самом деле, что важно, чтобы мы все с вами понимали, это то, что быстро наши желания не сбудутся. Нас, к сожалению, ожидают долгие испытания, нас ожидает долгая война, и война эта будет долгой, и противостояние будет долгим, и вот этот страшный российский режим долго еще будет оставаться власти, потому что, ну, как-то даже смена фараона на какого-нибудь другого маленького фараончика сама по себе не гарантирует того, что Россия станет снова свободной страной, станет страной, где люди чувствуют себя защищенными, где люди чувствуют себя свободными. Это, пожалуй, самое важное. Это не зависит от одного человека, даже такого страшного, как тот фараон, который сегодня во главе России. Так что нужно готовиться как-то к длинному усилию. Вот. Спасибо, Валера. Я очень рад был вас видеть, очень рад был вас слышать. Вы молодец. Как-то надеюсь, что в вашей жизни все получится. Спасибо.